здравствуйте уважаемые зрители в эфире геоэнергетика инфа с вами михаил кокарев и борис леонидович марценкевич здравствуйте борис леонидович тем добрый день казахстан намерен начать транзит российского газа в узбекистан до конца октября сказал министр энергетики казахстана предполагается что газ будет экспортироваться из россии через оставшуюся от сср систему магистральных газопроводов средний азия центр борис леонидович прокомментируйте пожалуйста все-таки транзит будет осуществлять не казахстана в россии если уж совсем точно газпром этого газпрома есть два контракта один с узбекистаном на поставку газа и второй договор о транзите транзитных услугах с казахстаном действительно будет использоваться советских времен еще шестьдесятые годы построена система магистральных газопроводов средняя азия центр это четыре нитки транзитная мощность 20 миллиардов кубометров в год каждая строили ее вот в том направлении как поставлены слова в названии из средней азии в центр то есть газ добываемый на территории туркмении узбекистана казахстана поступал центральные регионы российской советской федеративной социалистической республики этот газопровод действовал до 2016 года основным поставщиком к этому времени уже окончательно стала туркмения по той причине что казахстана и узбекистана такого огромного объема газа как в туркмении не было напомню что в мировой табеле о рангах узбор именно таджикистан занимает третью строчку на четвертую строчку простите 1 россия 2 иран дальше у нас кувей четвертое место уверенно туркмения в 2016 году газпром и туркмен газ не сошлись в переговорах о формуле цены и газопровод собственно говоря простаивает то есть огромная транзитная мощность до ей немало лет но все-таки ремонтировать это не прокладывать с нуля и на мой взгляд то что узбекистан пошел над подписание такого договора почти 3 миллиарда кубометров газа контакт пока коротенький на два года но тем не менее это уже шаг вперед шаг вперед для газпрома шаг вперед для россии для газпрома понятно сейчас показатели таковы что объем добычи газа этой компании в течение двадцать третьего года на 25 процентов ниже чем у 21 в двадцать втором году в двадцать втором году он был на 25 процентов ниже чем 21 в двадцать втором году полгода все-таки работал и северный поток часть года работал в полном в полную нагрузку транзит через газ транспортную систему украины какое-то время использовался ямал европы сейчас всего этого нет какое нам всего до этого дела со всех добываемых объемов газпром в государственный бюджет россии платил налог на добычу полезных ископаемых со всех экспортных объемов платила экспортную пошту то есть неудачи газпрома они так или иначе касаются нас всех понятно что министерство финансов перестраховалась назначив отдельным законом сумму налогов которые газпром обязан перечитать он это делает у нас вполне законопослушная но то что проблема возникла особо никто не скрывает и происходившие на нашем на наших западных границах террористический акт на северных потоках отказ украины работать в соответствии с подписанным в 2019 году контрактом поведение польских компаний отвечающих за польский участок газопровода ямала европа показывает что иметь дело с европой занятие не самое благодарное европейские традиции укради аграбь обмани никуда они не делятся они с ними там где не удается просто украсть ну тогда вот такое свежее решение опускаем на одно водолаза взрываем газовую магистраль и на мой взгляд то что россия наконец начинает активизировать отношения с нашей бывшей средней азии нынешними независимыми государствами с дальней азии решение которое напрашивалось давно достаточно давно если посмотреть на деятельность газпрома по наращиванию экспорта постсоветское время то что мы наблюдаем строились новые газопроводы в европейском направлении это и северный поток это и ямала европа это и голубой поток и турецкий поток это все в европу и кроме того построена силы сибири на наш дальний восток скажем так в китай при этом никуда не делась самая протяженная в мире сухопутная граница между двумя государствами россии республика казахстан 7800 километров то есть мы каким-то образом хорошо работали на западном фланге стараемся поращивать работу на восточном фланге а вот на южном направлении у нас с того самого шестнадцатого года возникла какая-то пауза сейчас мы с тревогой наблюдаем за тем что в эту паузу пытаются влезть нетрадиционные европейские заокеанские партнеры в наш блога сфере тоже царят отнюдь не дружеские отношения не дружеские настроения по отношению к нашим южным соседям насколько это разумно если пользоваться государственной логикой китая могу напомнить если все мои соседи в полном порядке я тоже выигрыш так ли мы хотим чтобы возникли какие-то проблемы у казахстана почти 20 миллионов населения в том случае если возникнут какие-то проблемы в той же энергетике а казахстан отнюдь не самая южная страна если не дай бог авария которая в прошлом году была на одной из эгибастузских тепловых электростанций окажется более масштабные внимание вопрос куда отправиться беженцы скажу по секрету они не будут перебираться из павлодара в город рим или не знаю там в афины нет это гуманитарная проблема которая мгновенно отразится на нас мы напрямую заинтересованы в том чтобы уровень жизни у наших соседей был как минимум на нынешнем уровне а еще лучше чтобы он повышался и после прошлогоднего выступления президента россии владимира путина где он произнес слова о том что россии необходимо восточный вектор переориентация на юг и на восток мы действительно начинаем активизировать экономической связи достаточно активно достаточно быстро я очень надеюсь что вот эти поставки в узбекистан будут только началом более масштабных проектов что касается самого узбекистана то тут как ни странно вот в энергетику в экономику вмешиваются еще и психологический фактор я напомню что газификация допустим нашего урала осуществлялась за счет газовых месторождений на территории узбекистан это 60-е годы то есть узбекистан более 50 лет был поставщиком природного газа прежде всего к нам в россию он привык к этому состоянию то есть могут с вами тоже знаем что мы как россия поставляем экспортируем газ всем приличным партнером и даже неприличным у нас продолжаются поставки в европу и психологически свыкнуться с тем что ты из чистого экспортера превращаешься в компортера но не так просто но тем не менее это происходит тут целый ряд факторов и снижающиеся объемы добычи все-таки месторождения разрабатываются давно уже поздние стадии наступают по ним по немножко по миллиарду в год по полмиллиарда в год объемы добычи становится все ниже и одна из тех проблем которые перед россией стоят демографическая в узбекистане решена просто блистательно нам остается только завидовать численность населения узбекистана 91 года и 2023 ровно в два раза было 17 миллионов человек стал 35 разумеется растет внутренний спрос разумеется всплывают все старые болячки не вся территория узбекистана была газифицирована советское время соответственно там ровно такие же проблемы как в казахстане растет внутренний спрос нужен не только газ нужны и разумеется электростанции проблема большая если говорить о том что он чаще всего попадает в сферу нашего влияния вопрос мигрантами то в том случае если начнется масштабное строительство маленький такой центральный азиатский план гаэлро то у нас и проблемы с миграции сами собой станут меньше потому что мне кажется что гражданам всех этих стран куда как приятнее работать дома просто работы не хватает и один из шагов в этом направлении после 2015 года когда центральные азиатские государства подписали меморандум о необходимости восстановления объединенной водной энергетической системы средней азии потихонечку настаёт время когда этот меморандум должен превращаться в конкретные контракты которые увеличат взаимную связанность стран центральной азии что касается россии то если ничего не изменится то мы станем не только наблюдателями но и участниками всех тех кто энергетических проектов которые в этих странах имеются об этом говорит недавняя встреча нашего министра энергетики вылечила о том чтобы наш системный оператор стал полноправным членом ассоциации компании операторов объединенных энергосистем напомню что объединенная водоэнергетическая система средняя азия окончательно была сформирована только в 1990 году поработать в составе единой энергосистемы советского союза ей довелось чуть больше года поскольку в 91 году как известно советский союз исчез с политической карты миром будем надеяться что косполитическая эту систему надо восстанавливать потому что если говорить о самой большой проблеме центральной азии этого да это вода потому что рост населения которые рассчитывал организации объединенных наций идет куда как более быстрыми темпами в прошлом году в пяти республиках центральной азии жила 78 миллионов человек анализ организации объединенных наций показывал что этот рубеж должен быть приведен только к 2030 году население с учетом того климата с учетом проблемы таяния ледников запитывающих аму дарью сыр дарью становится все более острой проблемой о том что такая проблема могла возникнуть подозревали еще в советские годы именно поэтому объединенная водная энергетическая система именно так это называлось есть две республики которые на территории которых горы на территории которых источники многих малых рек имеется ввиду таджикистан и киргызстан нынешний и есть три равнинные республики узбекистан казахстан туркмения проблема решалась достаточно просто для того чтобы в течение зимнего периода в таджикистане и в киргизии была возможность накапливать воду в водохранилищах три равнинных республики на территории которых есть месторождения и газа и угля за обеспечивали их электроэнергии в весной с наступлением полевых работ происходил расчет киловатт часами вода проходила через гидроагрегаты гидроэлектростанции сброс воды обеспечивал и посевные работы и всю систему мелиорации и разумеется все населенные пункты водой вот эта система в силу того что происходило в 90-е годы здесь сыграли свою роль и политические амбиции ни для кого не секрет что и всевозможных революций тюльпанов той же киргизии было далеко не одна система распалась ее нужно восстанавливать выгодно нам это или нет но я напомню что через территорию государства центральной азии у нас для нас идет дорога не только в афганистан расположена еще южнее крохот на пакистан напомню что прошлом году население пакистана достигла цифру 240 миллионов человек за пакистаном индия там еще немножко больше миллионов человек если мы говорим о том что мы просто констатируем факт не говорим о констатируем факт что работать с европой рискованно тревожно могут обмануть подставить попытаться украсть деньги украсть компании и так далее но без внешнего рынка мы слишком малочислено на нашу территорию наши 150 миллионов человек но явным образом маловато значит внешняя торговлю нам нужно с кем нам торговать удобнее всего разумеется с соседями латинская америка связи с которой мы восстанавливаем это хорошо африка с которой мы тоже стараемся возобновить диалог и развивать его на современных условиях вообще прекрасно но я просто еще раз напомню наша граница с казахстаном 7800 километров если наводить порядок то все-таки сначала в доме а потом уже на улице нам прежде всего нужно искать пути взаимодействия расширения всевозможных экономических проектов со странами центральной азии для меня это центральная азия друзья в очередной раз напоминаю о том что полное название нашего канала независимый аналитический онлайн журнал геоэнергетика инфы и слова независимость после того как была отключена монетизация со стороны ютуба для нас стало дорогим ценным близким для того чтобы сохранять независимость вы прекрасно понимаете что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиск спонсора который будет задавать нашу новостную повестку нашу так скажем стратегию тактику нам кажется не самым удобным поэтому напоминаю о том что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале где мы стараемся сообщать все новости касающиеся нашей работы наших новых проектов вы нас можете видеть на портале вконтакте вы нас можете видеть в зене вы нас можете поддерживать за счет того что у нас имеется страница на спонсору все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том что если вы хотите чтобы проект геоэнергетика инфа продолжала развиваться нам необходима ваша помощь и поддержка большое спасибо за внимание я настаиваю на этом это не из политкорректности есть проекты под названием международный транспортный коридор север юг из проекта строительства железной дороги из узбекистана в пакистан в этом случае мы получаем связанность континента материка евразия без использования морских коммуникаций на которых как известно слишком вольготно себя чувствует англосаксы мы возобновляем восстанавливаем развиваем связанность евразии тем самым обеспечивая спокойную надежную возможность развиваться не только самим себе но нашим детям внукам напомню что караванные тропы существуют значительно дольше государства по чьим территориям проходят не разумеется речь идет не только железной дороги но и всем том что для нас достаточно привычного внутри россии магистральная газопровода магистральная нефтепровода и разумеется линии электропередач так что я очень надеюсь что все получится для того чтобы развернуть газ в обратном направлении не из средней азии в центр из центра в среднюю азию работа на территории узбекистана уже были проведены 58 километров трассы самих труб пришлось приводить в порядок установлена газоизмерительная станция газ должен быть счетным чтобы была возможность рассчитывать изначально во время питерского международного экономического форума когда подписывался договор речь шла о четвертом квартале этого года четвертый квартал вот наступил процитированная вами михаил слова министра энергетики казахстана говорят о том что казахстан подписавший договор от нас стран предоставления транзитных услуг к своим обязательствам тоже относится ответственно так что будем надеяться что договор будет выполнены в течение октября первые миллионы кубометров газа из россии отправиться в узбекистан ну и конечно надежда на то что у казахстана аппетит приходит во время еды вот пошел транзит вот пошли платежи за транзит не задуматься ли посерьезнее над тем чтобы и нам казахстану тоже получать газ из россии такие планы имеются но поскольку в последнее время нет комментариев по этому поводу нет министерства энергетики казахстана нет газпрома здесь пока комментировать нечего остается только ждать когда появится информация спасибо большое борис леонидович благодарю зрителей за то что смотрели обязательно подписывайтесь на телеграм-канал геоэнергетика инфа только там вы найдете самые свежие новости сфере энергетики до скорых встреч всем спасибо за внимание всем всего доброго